Друзья, мы отправляемся в Дагестан. Сегодняшним нашим пунктом назначения будет Махачкала. Почему Махачкала? Потому что это столица республики, и если вы соберетесь посетить Дагестан, то, скорее всего, прилетите на самолете в местный аэропорт. Аэропорт принимает рейсы из Москвы, Питера, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Уфы, Сургута. И он, кстати, является международным. Отсюда, скажем, вы можете улететь в Стамбул или Анталию. Из аэропорта до центра Махачкалы вы доедете за полчаса. Лично мы ехали на автомобиле из Москвы. У нас получился интересный маршрут на 2200 километров. Через Тулу, Воронеж, Краснодар и Пятигорск. Встретили здесь ребят из Питера. Они проехали 2600. Население Махачкалы полмиллиона человек. Но по ощущениям город кажется больше и плотнее. Скорее всего, это связано с большим потоком туристов. В 2021 году турпоток в республику составил 1 миллион 850 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в 2020. А в 2022 году прогнозируется увеличение на 50%. Не знаю, как было раньше, но сейчас дорог здесь определенно не хватает. И часто образуются пробки. Да, и езда в Дагестане это отдельный вид искусства. Если в Махачкалу вы будете ехать на поезде, то приедете на железнодорожный вокзал. И первое, что вы увидите на площади перед вокзалом, это памятник Махачу Дахадаеву. Именно в честь этого человека борца за советскую власть была названа нынешняя столица Дагестана. В названии Махачкала вторая часть Кала означает крепость или город. Соответственно, все название можно расшифровать как город Махача или крепость Махача. Дагестан сейчас определенно переживает туристический бум. И это очень круто. В два раза увеличилось количество туроператоров. Растет объем услуг. Занятость в этой сфере также растет. В республике появилось 17 новых туристических маршрутов. Туризм развивается. Он становится одним из драйверов в республике и занимает все большую нишу в экономике Дагестана. Структуре занятости республики. На каких языках говорят в Дагестане? Нет, здесь говорят не на одном языке. В Дагестане живут разные народы. И говорят они на разных языках. Аварском, Даргинском, Кумыкском, Азербайджанском, Лизгинском, Табасаранском, Лакском. А всего здесь проживает больше трех миллионов человек. Главная особенность Махачкалы то, что она дает посетителям возможность и побывать на море, и в горах. Причем вы можете за три часа доехать и до Грозного, если захотите. И также посетить достопримечательности Чечни, что я считаю огромным плюсом. О Чечне у меня будут отдельные выпуски, поэтому можете подписаться, чтобы не пропустить их. В этой же поездке мы планируем побывать в горах Дагестана и в Дербенте. О них в следующих сериях, а пока смотрим в Махачкалу. Махачкала находится на побережье Каспийского моря, не черного. И пляжи здесь совсем другие. Во-первых, они песчаные, ну или песок с мелкими камешками. Прибрежная линия Махачкалы больше 10 километров. Если брать ближайший Каспийск и другие населенные пункты, то тут, наверное, и все 50 километров можно насчитать. Но есть у махачкалинских пляжей большой минус. Пока здесь нет единого архитектурного стиля у береговой линии. Очень много хаотичной застройки. Это создает общее впечатление хаоса. Можно лежать на шезлонге, а сбоку от вас будет чей-то гараж. А с другой что-то, строящееся из шлакоблока. Может, будущая гостишка. И, дорогие модники, модницы, туристы. Если вы привыкли разгуливать в купальниках и плавках по магазинам в Сан-Тропе, в Махачкала не об этом. Здесь более 90% местных исповедует ислам. А, соответственно, выглядеть надо подобающе. О требованиях к дресс-коду я больше говорить ничего не буду. Об этом уже, по-моему, наснимали и написали. Все, кто только может держать камеру и писать отзывы. Мое главное мнение все-таки это то, что Дагестан про горы, а не про море. Я в Махачкале впервые. И, на мой взгляд, главное, что здесь нужно увидеть, это центральная джума-мечеть. Лично мне она напомнила голубую мечеть в Стамбуле. И вы знаете, что я обнаружил? Что ее строительство было начато благодаря финансированию одной из богатых турецких семей 30 лет назад. И выполнена она в стиле османской архитектуры. Высота минарета 42 метра. Вместимость 17 тысяч человек. Даже представить сложно. Еще меня здесь удивил 10-метровый памятник русской учительницы. Памятник посвящен русским учителям, которые приезжали в дагестанские школы в послевоенное время. На этом мой выпуск про Махачкалу подходит к концу. А в следующем выпуске мы отправимся смотреть горы Дагестана. Поэтому подписывайтесь и не пропускайте.